Приветствую вас. Если говорить просто, то мужчин серьезных, которые вам могли бы понравиться, которые вам были бы по душе, вы отталкиваетесь тем, что для них вы слишком конкурентны. То есть вы ведете себя как конкурент. Возможно, вы ведете себя как тот, такой партнер, с которым хочется соперничать, а мужчины не желают вам соперничать, потому что понимают, что, скорее всего, вы его победите, а победенным быть мужчина хочет далеко не каждый, и может. Вот. Что касается альфонсов, то здесь история такая, что альфонс видит вас не женщину, не партнера, а именно либо родителя, либо ребенка. То есть за счет родителя можно пребывать в детстве, а за счет ребенка можно, соответственно, манипулировать и чувствовать себя королем, начальником и так далее. Вот. То есть, то есть, я думаю, что вы не проявляете слабость там, где нужно. Я думаю, что вы не проявляете слабость там, где нужно, а вот ваша яркость, это скорее отталкивающее. Отталкивающее, что ваша яркость, вкупе от силы, это скорее отталкивающее, скорее вызывающее, мужчина это отдаляет от вас. Вот. То есть, я бы сказал, что существует такое понятие, да, как психологическая косметика. То есть, очень важно, как вы, как вы выглядите внешне и очень важно, как вы выглядите внутри. И если в данном случае вы сильные и вы выглядите ярко, но это создает ощущение, скорее, опасности. Для мужчин это создает ощущение опасности. И, по сути, это привлекает только ворон, да, то есть, низкоинтеллектуальных, низкоценностных мужчин, которые интересуются только вот чем-то ярким, чем-то таким. Вот. А более серьезные и более глубокие люди, они смотрят на вас и, как вы понимаете, что с вами будет тяжело, нелегко, по крайней мере. Вот. Это первый аспект. Второй аспект. Такому поведению, такому поведению, такому отношению вы научились у своего отца, скорее всего. То есть, вот я так думаю, что вы научились усвоиваться такому поведению. То есть, именно взаимодействуя с ним, взаимодействуя с папой, взаимодействуя с своим отцом, вы научились быть такой. И, соответственно, в отношениях с отцом вам нужно, тем более он жив, вот, в отношениях с отцом вам нужно, ну, желательно, по крайней мере, сейчас сменить модель поведения, да, и проявить себя именно с отцом. Так, как вы себя, возможно, не проявляли никогда. Вот. Или так, как вы боитесь себя проявить, потому что, еще раз повторю, первый, первый кто или первый с кем вы проявили себя как женщина, это был отец. Это был отец. И, коль уж вы в этой ситуации не можете наладить отношения с мужчинами, то, соответственно, вероятные отношения с отцом у вас не сложились. Это, это такой момент. Следующий, следующий момент. Это момент, знаете, как вот, я его называю, да, я называю этот момент картами, картами или камнем, ножницами и бумагой. То есть, по сути, то есть, определенная женщина, определенная модель женского поведения привлекает определенных мужчин. Вам нужно это понимать. То есть, в зависимости от того, какая женщина вы, какая модель женского поведения у вас, в зависимости от этого, значит, и на вас обращают определенные мужчины. То есть, если на женщины обращают внимание все мужчины, значит, скорее всего, она просто привлекательна внешне, да, у нее такой типовой, типовая модель поведения, да, и она привлекает, ну, как бы, большое количество мужчин. То есть, привлекают всех. Ну, вот. Ну, расчеты или плохо решат, на самом деле, вам, но суть в другом. Суть именно в том, что, как бы, а, значит, определенная модель женская привлекает определенных мужчин. И вам важно свою женскую модель поведения изменить. То есть, как бы, так сказать, раскрыть даже себя, скорее. Не менять даже, а раскрыть. То есть, как бы, спросить себя, а какая я женщина? Какая я как женщина? Что я из себя представляю как женщина? Как бы, ну, кто у меня идеал, что у меня кумир? То есть, понимаете, что у любого человека есть определенный, скажем так, наставник, определенный такой, ну, не идеал может быть, но тот, на кого человек равняет. Вот. Учитель с большой буквы, да. Ну, вот. И это нужно исследовать. То есть, какая вы как женщина? Что вы из себя представляете как женщина? Вот. На мой взгляд, это очень важно. На мой взгляд, это очень важно. Следующий момент. Вы пишите о том, что, значит, вам вольно и тяжело видеть парочки влюбленные, да, и так далее. То есть, хочется влюбиться, если я правильно вас понял. Понимаете, как сказать, вот то, что вы хотите влюбиться, да, то, что вам хочется влюбиться, это говорить скорее о вашей определенной потребности какой-то. То есть, у вас есть определенная потребность, вы хотите влюбиться, вам чего-то не хватает. Вот. То есть, дело здесь не в том, что вы готовы и хотите отношений, а дело здесь в том, что вам хочется влюбиться, чтобы как-то себя почувствовать. Не знаю, может быть, вы не чувствуете себя в безопасности одна до конца. Может быть, вы не любите и не принимаете себя до конца такой, какая вообще вы есть. Вот. Может быть, есть еще что-то. Может быть, есть чувство стыда, например, у вас, ну, то есть, у вас есть стыд, ощущение этого стыда, да, ощущение того, что, ну, что вы не такая, как другие и, соответственно, вы должны быть какой-то другой. Вот. Может быть, именно это чувство стыда и мотивирует вас на то, чтобы быть сильным, чтобы работать, чтобы быть успешным. Потому что вы как бы чувствуете, что если вы делать, например, так не будете, что вы будете какой-то вот, ну, ну, какой-то не такой, какой-то неправильный. Вот. И так далее. Вот. Если что-то такое есть у вас, то, безусловно, это нуждается также в корректировке. Потому что нельзя в отношениях вступать, будучи нуждающихся, будучи нуждающихся в них, ну, в отношениях я имею ввиду. Вот. Вот. Это такой аспект. А, дальше. Дальше. Значит, так. Что с вами не так? Ну, причины, по которым, с вами может быть что-то не так, кроется в двух аспектах, как правило. Первый аспект это приписание родителей. Мне вот почему-то кажется, что родители у вас, знаете, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что родители у вас, знаете, такие мягкие, такие вот душевные, такие, может быть, сердобольные. Вот. Либо такая у вас мягкая душевная мама, а папа у вас, соответственно, может быть более такой, ну, такой серьезный, может быть более такой суровый, авторитарный. Вот. Хотя, безусловно, здесь я могу и, ну, быть не прав, если я могу ошибаться. Вот. Это, значит, с одной стороны, да, вот, и с другой стороны, это то, что вы, значит, ну, по сути, не проявляете себя как женщина. То есть, то есть, вот, роль, да, роль, свою женскую вы не отыгрываете. Вот. Есть еще одна причина, по которой, по которой вы чувствуете, что с вами что-то не так. Это, как я уже сказал, социальные определенные требования, социальные определенные претензии. Вот. Возможно, стыд сравнения себя с другими, если у вас таковое имеется. Вот. А мне показалось, что имеется, мне показалось, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот. Ну, а это, как правило, стыд и непринятие себя. Вот. Вам тяжело в одиночестве. Вам тяжело в одиночестве. И это говорит о том, что вам, собственно, не очень комфортно наедине с собой. То есть, до конца себя вы, возможно, не принимаете. Это такой аспект. И, значит, еще очень важный аспект касается вашей реализации. То есть, того, насколько вы реализованы. Да. То есть, вот. Если вы, допустим, стремитесь вверх, да. То есть, стремитесь добиться больше, 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 больше. Вот. То, я полагаю, что времени у вас, времени просто не хватает. Не будет хватать времени на то, чтобы, значит, как-то вот, переживать, да. Переживать по поводу того, что вот у вас что-то не складывается. В личной жизни. Вот. Это значит, что в своей карьере вы остановились. Это значит, что, ну, в своем развитии, личном заморозке вы остановились. Вот. А потенциал у вас явно больше. То есть, потенциал есть, силы есть, энергия есть для реализации, для претворения в жизнь того, что вы хотите. Вот. Все это есть. А вы дальше не идете. Из-за каких-то ограничений. Ограничений. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень важная история о том, как вы себя реализуете, да. Только не говоря о том, что вы зарабатываете больше мужчин, да. Но это, опять же, сравнение. Это, опять же, сравнение. Это, опять же, сравнение себя с другими. А история здесь, ну, немножко, немножко другая. Вот. История здесь не сравнение, а в том, насколько вы себя раскрываете. Насколько вы реализованы. Понимаете? Вот. И мужчину искать, да, вот, искать мужчину, ну, не стоит. Вы это понимаете, да. Вы можете вот сейчас пойти на сайт знакомств и кто там будет, что там будет, да. Вот. Поэтому здесь история именно такая, чтобы ваше душевное состояние было гармонично. Чтобы вам самой собой было хорошо. Вот. Чтобы вы были удовлетворены. Сами полностью. Вот. И, соответственно, тогда мужчину вам будет найти гораздо легче. И самое главное, что альфонсы, да, они не будут вам представать, что там есть альфонсы. Это люди, которые достаточно хорошо, интуитивно чувствуют духовное состояние у других людей. Если у человека духовное состояние не очень, да, то есть он находится, ну, скажем, в кризисном состоянии, да, в состоянии жертвы, в позиции жертвы. Вот. Что очень большой риск, очень большой риск будет того, что вы себя так же чувствуете, как вы находитесь в определенном кризисе. Вот. Значит, всегда становлюсь, тем больше страдаю от одиночества. Ну, как я же сказал, да, одиночество – это непринятие себя. Одиночество – это непринятие себя, такое, какая вы есть. Выходим куда-то, увидим влюбленные парочки, невольно им завидуют, да, то есть зависть. Зависть – это вот, краски, стыд. Вот внутренний стыд, они такая, как другие. Вот. И самое главное, что у вас, как бы, ну, есть время. Есть время завидовать, да, и что вы не занимаетесь собой. Ну, и опять же, не принимайте себя, ориентируйтесь там на кого-то. Вот. Приходи домой и плачешь? Плачешь, да? Что такое слезы? Это жалость к себе. Вы себя жалеете. А жалость – это что такое? Это искаженная любовь. Искаженная любовь к себе. То есть, прямо ли полюбить себя и принять себя вы не можете, а вот жалеть – это пожалуйста. Искаженная любовь. Вот. Но только проблема в том, что жалость, да, она разрушает. Я красивый, умный, воспитанный. Не вспомню, вы красивый, умный, воспитанный, но вы только вы ли это? Судя по тому, что вы себя сравниваете с другими людьми, возможно, это всё не вы. Может быть, это плохо, но ещё и успешнее. Вот видите, да, тут у вас уже есть как бы сомнения. Если бы ваш успех был бы, скажем так, результатом и следствием, занятием, следствием занятия любимого дела, любимым делом, вот, то подобных мыслей у вас не возникло бы. Потому что, ну что значит, плохо. Плохо и хорошо – это объективная понятия. А я, как вы говорите вы, я занимаюсь тем, что я хочу. Вот мне это нравится, я это делаю. Вот здесь у вас есть определённые сомнения. Также здесь есть ощущение, что женщина, женщина, успешной быть не должна. То есть, что это значит? Это значит, что вы преследуете позицию, что успешная женщина должна быть одна. Это значит, что если вы успешны, то вы недостойны отношений с мужчинами. Откуда такая ваша позиция была? В вашем роде? Только от родителей. Больше ниоткуда. К сожалению. Понимаете, в какая сторона. То есть, вот у вас, у вас, вот это вот, ну, скажем так, неверная установка есть. Да, у вас есть вот неверная такая вот позиция. Я зарабатываю гораздо больше, чем многих мужчин, и мужчины все своими сделают. То есть, опять же, идет сравнение. С кем вы сравниваете себя? С кем вы боретесь сейчас? С кем вы боретесь? Кому вы пытаетесь это доказать? Почему вы не говорите просто, что я зарабатываю столько, сколько, вот, ну, вот, какой я, да, человек, какая я лично, насколько я успешный человек, на сколько я зарабатываю? Нет, вы говорите, что зарабатываю гораздо больше, чем многих мужчин. То есть, как будто вы с ними соревнуетесь, как будто вы, вот, знаете, соперничаете с мужчинами. А это значит, соперничаете с отцом. С мужчинами я не веду себя высокомерно, а что есть высокомерие? Что есть высокомерие? Понимаете, как правило, высокомерие люди чувствуют. То есть, это не какое-то прямо вот высокомерное поведение. Это не какое-то прямо, знаете, вот... Вы себя ведете? Как-то. И все, и ваше поведение можно назвать высокомерным. Нет. Нет. Высокомерие люди, как правило, чувствуют. То есть, вы не можете знать, высокомерно вы себя ведете или нет с людьми. Это могут знать только другие люди. Не вы. Только другие. Поэтому здесь уже вот то, что вы говорите, то, что вы говорите вот, значит, что я не веду себя высокомерно, да, это уже высокомерие. Спасывайте своей. Понимаете? И здесь вы берете как бы на себя больше, больше ответственности. Ну, скажем так, большую ответственность, чем, чем объективно вы можете вынести, с которой вы можете справиться. Вот. Понимаете? Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что вот именно данный аспект, именно данный аспект очень важно учитывать. Вы не можете отвечать за то, высокомерно вы себя ведете или нет с людьми. Я специально вам повторяю это, чтобы вы, ну, чтобы вы запомнили. Наоборот, всегда считалось, что главное, чтобы человек был вселенный, хороший, а деньги всегда можно заработать. А, знаете, аноним, я вам так скажу, я не буду умдрить, да, не буду устроить из себя непонятно кого. Вот чувствую подвох в этой фразе. Вот чувствую подвох. Чувствую, есть что-то не так. Вот что-то не так в этой фразе. Что-то не так. Что именно не так, я, наверное, не скажу. Но что-то не так я чувствую. Вот. То есть, может быть, это вопрос с репрезентацией этой идеи. То есть, вот, встречаешься с человеком, человек общается, и он, как бы, чувствует, что вы от него чего-то ждете. Что да, да, денег у тебя нет. Да, но ты должен быть целеустремленным и должен быть хорошим. А что такое целеустремленный? Что такое хороший человек? Это указывает это свое понятие. Понимаете, указывает это свое восприятие. Вот что для вас плюс румленный и хороший человек? А бывают ли вообще хорошие люди? Бывают ли плохие люди? Понимаете? Если вы мыслите такой категории, то я бы сказал, что вы недостаточно зрелые, как личность. Вот. То есть, как специалисты, как специалисты и зрелые, безусловно. Вы добились успеха, все, вы молодец. А вот как личность, нет. Потому что зрелая личность не будет оперировать такими понятиями, как хорошо и плохо. Значит так, ну по поводу альфонсов я уже сказал. Устал быть сильным. Так а не надо быть сильным. Знаете, если вы устали быть сильным, значит это не ваша модель поведения. Это маска. Это маска, которую вы надели. Вопрос в том, для чего. Либо вы одели ее, потому что вы считаете, что должны быть сильны. На нас этого кто-то требует. Либо вы боитесь, например, боли. Например, вы и так защищаетесь от стыда. Устал делать вид, что все хорошо. Так и не надо. Вы говорите, что я не веду себя высокомерно, но пишете, что вы устали делать вид, что все хорошо. Как же это так? Это и есть высокомерия. Смотрю, вокруг мужчины все больше женятся на бесхарактерных, послушных девушках, которые внешне невзрачные. Ну мне интересно, зачем вы смотрите вас вокруг вообще, это первое. Второе, посмотрите, не только на ком женятся мужчины, но и на самих мужчин. Хорошее правило нам гласит следующее. Партнер – это отражение другого. Вот он женится на бесхарактерной, послушной девушке, и он такой. Он такой же. Мужчина такой же. Вы хотите, чтобы такой мужчина стал вашим? Серьезно? А дальше, не могу о себе сказать так же. Ну вот опять, да, опять идет какое-то сравнение. То есть вы смотрите вокруг, вы смотрите на парочки, вот это все, это все стоит. Ну вот, сравнение себя. Точно не перестанет сравнивать себя с другими, это первое. А тогда вы и перестанете, соответственно, и уставать быть сильной, и уставать быть еще кем-то. Вот. А у меня сильный характер. Знаете, вот, мне очень понравилось, как один ученый, психолог, описал характер. Он сказал, что счастливый человек тот, у которого нет характера. То есть характер – это набор определенных моделей поведения в той или иной ситуации. То есть если у меня характер взрывной, я взрываюсь все время, все время. По поводу, без повода, я взрываюсь. И без разницы, что от этого взрывают люди, без разницы, что эти меня вырежут себе сам. Без разницы. Я взрываюсь. Понимаете? То есть характер – это шаблонная модель поведения. Может быть, именно характер мешает вам. Может быть, именно характер не позволяет вам раскрыть себя настоящим. Потому что если я вижу для себя единственным способом решить проблему – это взорваться, то да, кто-то со мной будет, да, кого-то я встречу. Но поможет ли мне это раскрыть себя? Вряд ли. А будут ли люди со мной счастливы? Вряд ли. А будут ли эти люди соответствовать моему внутреннему представлению о себе? Да, вряд ли. Понимаете? Вот. Так мы, что ввиду трудности жизни. Это перекладывание ответственности. То есть не мы такая, не мы такие, жизнь такая. Это, опять же, детская позиция. Что детская позиция? Это детская позиция обвинения. Вот. Ну, то есть это… Тогда даже не то, что детская, это, скорее, жертвенная позиция обвинения. А уже детская или родительская – это уже, я думаю, покажет практика. Вот. Внутри есть совсем другая, ранимая и нежная. А, хорошо, а как вы показываете? Мне очень хочется быть любимой. Вот именно. Вам хочется быть любимой. То есть вы готовы не любить, а быть любимой. Конечно, вы хотите любить, скажете вы. Но нет. Нет. Вы сказали, что вам хочется быть любимой. Почему? Потому что так вы себя любимой не чувствуете. Потому что так вы не чувствуете, что вас любят. Вы не чувствуете, что, ну, условно говоря, да, вы не чувствуете, что вам хорошо. Ну, условно говоря, вы не чувствуете, что… Не чувствуете полматы своей. Ну, вот. Понимаете? Какой, какой момент. И мне кажется, что, в общем, в общем-то, именно поэтому вы хотите чувствовать себя любимыми. Именно по этой причине. Потому что… Вы… Себя сами вы не любите. Себя сами вы не любите. И вы хотите, чтобы другой человек… Чтобы другой человек… А-а… Дал вам… Того, ну, то, что вам нужно. Вот. А другой человек вам не даст то, что вам нужно. Вот. Другой человек он давать не должен. Это его… Право, но не обязанность. Понимаете? Вот. Да, это неприятно. Да, это… Это… Может быть, это… Может быть, это… Не есть хорошо. Да, я с вами согласен. Но это так. И вот именно то, что вам хочется быть любимым, говорит о том, что… Себя вы до конца не принимаете. Себя вы не любите. Есть у вас такая позиция, что я недостойна. Что я плохая. Что я чего-то там не заслуживаю. И так далее. Вот. Именно поэтому хочется быть любимым. Почему хочется быть любимым? Что вы чувствуете… Что вы чувствуете вот… Ээээ… Ну… Эээ… Если… Эээ… Вы нелюбимы. Вот как вы себя чувствуете сейчас? Вот. Понимаете? А почему чувство растет? Эээ… Ну вот. Эээ… Со временем. Чтобы становиться старше. Это потому, что вы делаете… Ээээ… Только то, что… Нужно. А то, чего хочется, не делаете. А… Желания ваши… Они… Они с вами. Они никуда не деваются. Вот. Они… Все время в вас. И чем сильнее вы их подавляете, тем больше они о себе заявляют. Это как пружина, знаете? Вот. Которая… Чем… Чем сильнее пружину… Эээ… Эээ… Ну… Чем сильнее пружину дальше, тем… Тяжелее ее удерживать. А если долго ее удерживать, что произойдет? Она сломается. Сломается. Вот. Так же и вы. Так же и вы. Сейчас ваше желание достигло… Такого… Такого уровня, что… Вы уже… Эээ… Хотите этого… Ну… Как бы бесконтрольно… Бесконтрольно. Вот. Уже от всех, по сути. От всех… Ото всех… Вы этого хотите. Вот. Понимаете? Это нормально. Вот. Любви-то хочет каждый. Это… БАЗОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ. Вот. Вот. Здесь нужна личная ответственность. Личная ответственность. Я убеждаю себя, что можно и без любого человека быть счастливым. Да. Это еще один момент. Эээ… Интересный… Момент. Значит. Смотрите. Эээ… Какая история получается. Эээ… Вот вы встречаете человека. Да. Вы встречаете человека, который… Ну… Скажем так. Вам нравится. И… Которому нравитесь вы. И… По идее… По идее… С этим человеком вы будете устраивать отношения. Но если вы будете устраивать с этим человеком отношения, то… Он-то должен стать счастливым. Вам-то нужно как бы улучшить его жизнь. Он не должен что-то приобрести от отношений с вами. Верно? А если вы несчастливы, то что приобретет человек? Правильно. Счастливее вы его не сделаете. То есть… Эээ… Значит. На данный момент вы хотите обречь человека на несчастье с вами. Ведь вы несчастны, вы будете, значит, его вампирить. Вы будете вампиром по отношению к нему. Вот. То есть… Альфонсов, которые к вам пристают, с которым ничего в жизни не надо, вы называете паразитами. А то, что вам хочется чувствовать себя любимой за счет другого, это почему-то не паразитизм. Я вас не обменяю. Я просто хочу, чтобы вы увидели картину. Чтобы вы увидели, как это работает. Это может быть неприятно. Это может быть… Эээ… Это может быть излишне грубо, жестоко. Но это так. Правило в том, что и без любимого человека можно быть счастливым. Потому что, чтобы быть счастливым, никто не нужен. Для этого нужна гармония. А гармонии у вас нет. В себе. Ведь у меня есть любимая семья, родители, любимая работа. Может быть у вас есть любимая семья, только любимая семья не определяет человека. Это первое. Любимая работа? Ну да! Может быть. Если в этой работе вы развиваетесь, постоянно растете и добиваете все новых и новых вершин. А вот время почему-то у вас есть. Временами бывает очень больно, но еще от чего? В последнее время все чаще и чаще. Из-за чего? Подруги многие уже замужем, на праздник уже совсем пропало желание ходить. Все приходят парами или те, кто свободно младше меня. А что вы имеете против возраста? Отчутывая себя белой вороной. Вот это стыд. Это стыд. Возможно, по итогу все это, это просто стыд. Это желание быть такое, как все. И обвинение себя за то, что я не такая, как все. Что мне делать? Разобрать все аспекты, которые я назвал, вместе с психологом. Ага. Как избавиться от всего этого? От чему избавиться-то? От чего избавиться хотите? Не избавляться нужным, а раскрывать ваши потребности и неадекватно их реализовывать. А избавиться это подавить. Мы и так подавляли, вон к чему это привело. Как исправить ситуацию? Опять же, исправлять ситуацию нужно, когда она неправильна. Ваша ситуация не неправильна. Ваша ситуация естественна. Если б не было так, вы бы, возможно, заболели бы. Так что исправлять ничего не надо. Но вот эти вот два вопроса, как избавиться от всего этого и как исправить ситуацию, это родительские состояния. Ваше. Это родительский вопрос. И я полагаю, что их задает ваш внутренний родитель, с которым вы не в ладах. Что с вами не так? Все с вами так. Просто искажена модель реализации своих потребностей и искажено восприятие себя. А с вами все нормально. Абсолютно. Абсолютно. Да вы и сами в глубине души это знаете. Я уверен. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.